В общем, я никому, наверное, не пожелал бы такого прям ада, в котором катались мы, потому что так как катаются сейчас дети в тех условиях, в которых у них есть и в той атмосфере, это рай по сравнению с тем, что было у нас, потому что, во-первых, негде было кататься, во-вторых, ну, постоянно были какие-то стычки, там были даже драки иногда, то есть какие-то, потому что это был такой переходный период, когда были, наверное, вот, знаешь, движения рэперы, скинхеды, и это было настолько обостренно, хэви-менталисты, гопники, вот, и какой бы ты к культуре ни относился, все равно до тебя кто-нибудь докопается, мимо тебя просто не пройдут, потому что ты либо с длинными волосами, либо ты со скейтом, либо ты с плеером, ну, короче, причину найдут, вот, и как бы на этом фоне, конечно, там и проявлялся, наверное, кто твой друг есть, понимаешь, то есть не то, что, когда там подходит куча народу, там, и все раз, типа, никого нету, такой, черт возьми, сейчас меня будут бить, такого как-то не было, вот, были, конечно, случаи, убегали, безусловно, но не было такого, что прям к тебе кто-то там подходит, там, да, и ты сразу там себя все снимаешь и скажешь, да пошли вы там, ну, вот, в таком формате, как бы, и, то есть, это первый, наверное, такой фактор, который нас, наверное, сплочил с теми ребятами, с которыми я сейчас общаюсь, Илюха Дружинин, я не знаю, там, Саша Гончаренко, ну, все ребята, Леша Улыбка, то есть, мы все-таки, ну, как-никак с того времени мы друг друга знаем, как бы, ну, вот выбрали мы, выбралась таких друзей, ничего не сделаешь, вот, по-моему, все классно, вот, скейтпарков не было на самом деле, и приходилось кататься в минус 10 переходах, в варежках, в шапках, иногда под какими-то крышами, парковок тогда еще тоже не было, и вот это вот, знаешь, как бы катание зимой в минус 10 по лавочке, где-то там в, я не знаю, в переходе, ну, прям под крышей, под лавочкой, где-нибудь там в Сокольниках, по маленькой перилке, вот, тебе холодно, ты просто не можешь остановиться, потому что ты просто замерзнешь, и вот в таком формате мы катались, вот, это вот, наверное, первые года были до, наверное, там, до открытия скейтпарка Медведкова, и вот, когда открылся скейтпарк Медведкова, там, конечно, уже появилась надежда, что, ну, ты как бы, может, ты что-то и добьешься, там, научишься кататься хоть как-то. Скейтпарк Адреналин. Медведкова это район, где он был расположен, а назывался он Адреналин, и это тоже такое, конечно... Да, ну, называли его по-разному, поэтому кто в скейтпарк Медведкова, кто Адреналин, то есть здесь не принципиально, по-моему. И мне кажется, помимо еще вот тех проблем, которые ты описал, был просто дефицит инвентаря. Скейтов не было вообще, ни скейтов, скейты привозили нам кто из-за границы, кто куда-то ехал, привозил скейты эти, ну, и, соответственно, там, ты за доску платишь там от 80 до 100 долларов, плюс еще за шкурку долларов в 10-20, как бы, вот тебе получается доска, и ты еще ломаешь через пару дней. И такой, типа, черт возьми, а ты мелкий, не работаешь, такой денег особо нету, такой просто... Я тоже помню, я... Я даже помню, как сломанные доски скрепляли, делали такие конструкторы, так называемые, самоделки, и я действительно помню, был даже такой скейтер по прозвищу Солома, который практически все время катался на вот скрученных остатках сломанного скейта, и тем самым как-то даже прославился в одно время. Можно, в общем, я тоже помню, что это все, конечно... Вообще, ну, то есть, негде, не на чем было кататься, и ты прям каждую доску берег, то есть, ты боялся там прыгать какие-то трюки там, на липслайды, потому что ты думал, сейчас я прыгну, сломаю ее, что же я потом буду делать. И как-то пытался ее там сохранить, там, подклеивал, зашкуривал, вот. А вот на тот момент, какие трюки обычно изучали ребята, ну, то есть, сейчас, мне кажется, кто начинает кататься, в первую очередь, там, Оля начинается там, ну, как база, база. А вот тот момент, это было понимание, что там, вот Оля, это условно там врата в скейтбординг. Да, конечно, ну, то есть, ты у нас всегда, то есть, причем все по-разному учились. Кто-то учился сначала Олли, там, кто-то свитч Олли, кому что было удобно, то есть, не было какой-то определенной там, техники, либо процедуры понимания скейтборда, то есть, я просто смотрел там на ребят, там, на Дениса Мархасина, на Пашу Сорокина, на Слюнтяя Андрея Артюхова, то есть, я смотрел на них периодически, когда мы с ними встречались, тоже в рандомном порядке, потому что, когда я был маленький, мы с ними не общались, и тогда я просто такой, вот, смотрю, там, что-то делает, я там, можно и так разве, а потом какие-то видео появились, там, с видео просматриваешь, ставишь на замедленный режим, смотришь, как это там, что делает, такой думает, дай попробую, но не было каких-то сложных трюков, как сейчас делают, то есть, все равно, как бы, ты шел четко, конкретно по базе, оли, поп-шоу, это кикфлип, хилфлип, фронтсайд, бэксайд, ну, там, в любом порядке, конечно, вот, там, ноль флип, это все, вот, из пяти ступенек сделал ноль флип, все, ты король просто, не верю, вот, 360 флип, это просто, ааа, с пятерки, ну, для нас, для молодых, это, как бы, считалось уже круто. Я тоже хорошо, я помню времена, когда кикфлип с трех, в парке победы, что-то, нет, с трех, нет, с пяти, вот, да, а вот с трех, это нет, все-таки, три, это маленькие ступеньки, а вот с пятерочки, когда кто-то что-то делал, любой флип, все такие, о, нормально, вот это вот, фэгги фронтсайд флип, когда там кто-то делал, такие все, нифига, то есть, уже круто считалось, сейчас это как бы так, типа, трюк, ну, постольку, поскольку, как бы, может быть, Сейчас в целом вообще не так много прыгают со ступенек, скейтбординг поменялся, а тогда это вот была как обязательная программа, как такая экзаменовка, ты не просто, ты должен был, обязан прыгать со ступенек, потому что без этого скейтбординг... Ну, как бы, негде было просто кататься, у тебя были либо прямые бортики, либо какие-то там, если повезет, наклонный перил, в принципе, более-менее неплохие, либо ступеньки, все, больше ничего не было, и все прыгали, в основном все прыгали со ступенек просто, бабахались, такие штуки делали, вот если сейчас посмотришь видео какой-нибудь тех лет, ты поймешь, что сейчас, по-моему, даже так уже и не прыгают. Не прыгают, не про скейтбординг поменялся, я иногда... когда ты смотришь на Роджерса, и ты понимаешь, какой... Вот он был мне вот таким, он прыгал раз в два выше меня, я просто смотрю на него и такой, просто не верю своим глазам, думаю, боже мой, Роджер вообще, такой маленький, а такой прыгучий, и они там с этих 11 ступенек, как нечего делать, с фишфлипа прыгали, я смотрю такой, думаю, ё-моё вообще. Думаю, всё, это прям топчик, как сейчас при... как-то сейчас модно говорить. А как быстро ты влился в основную московскую тусовку? Вот ты назвал ребят, которые, в принципе, были элитой городского катания на тот момент, как быстро ты начал кататься с ними? На самом деле, не быстро, вообще я стеснялся довольно-таки, мне как бы было очень сложно прийти в эту тусовку, потому что все взрослые, все круто катаются, а я там, ну, как бы никто, и как бы, ну, то есть, мне было некомфортно, скажем, по первому началу, а потом в какой-то определенный момент я приехал на Октябрьскую, ну, и там баловался, типа, флипчики прыгал, уже даже наверх, и Денис такой, Мархастин такой, нифига, Барян, что ты так круто катаешься, я не видел. И он как-то оценил, наверное, мое катание, наверное, ну, может быть, первый, кто в меня поверил, вот, и говорит, давай с нами. И куда-то он, по-моему, позвал меня на спот, то ли на академию, то ли куда-то еще, в общем, мы поехали все вместе, вот, и, наверное, вот там мы начали, как бы, чуть-чуть общаться. Но поскольку я считал себя вообще самым плохим, я вообще себя плохим скейтером, и думал, что мне не место в тусовке до тех пор, пока я чему-то не научусь. Я тусовался в Лужниках на тот период времени, и я учился кататься по перилам. Там не было бортиков, там были одни перилы, и там катались роллеры. И вот я с роллерами учился кататься. Посмотришь на видео какой-нибудь трюк, такой, о, нифига себе, можно так, окей, делаешь, типа. И я к тому времени по этим там, по перилам, уже вверх бортслайды делал, фифтоки пробовал делать, вот, там смитсграйды эти делал, вообще очень, ну, не запарилось. Вот, значит, откуда твоя любовь к рейлам идет. У меня там был по плану дальше вопрос. Вот, и, да, то есть, и вот после того, как я, наверное, научился, я начал тусоваться немножко в парк Победы, мы стали, типа, немножко приезжать кататься, и вот там мне было сложно, потому что бортики не едут так хорошо, как перилы. Я мог запрыгнуть на перилу по пояс и легко по ней проехать, но я не мог сделать по бортику грайнд или там телл слайд, потому что он вообще не ехал. И я, типа, не совсем понимал, типа, как. Вот. Ну, вот, и начал, ну, вот потом как-то, вот, мы начали с Торокином общаться немножко, с Пашей, и вот потом уже, наверное, со всеми вместе, как-то вот, постепенно. Я не помню этого, как такового процесса, самого влияния в тусовку. Наверное, у меня не было цели в моей жизни там попасть. Ну, классно, что ты рассказал, да, что ты прошел этот путь, который, мне кажется, большинство молодых скейтеров проходит, когда в начале стеснения, потом какая-то там практики, тренировки, и потом ты постепенно как-то тебя, да. Первое мое спонсорство я, наверное, получил года, наверное, четыре спустя катания своего. Четыре, либо пять, я уже так точно не припомню, но вот это было первое мое спонсорство. А кто был спонсором? Причем это было спонсором, на самом деле, компании Killer Loop первая. Вот, и буквально я прокатался за них, на самом деле, месяца три-четыре. Они потом закрыли это направление почему-то. Они ролики, да, делали? Я не ошибаюсь или ошибаюсь? Или ролики они не... У них это было как тестовое, пробное какое-то направление, как я сейчас понимаю, и, видимо, им то ли неинтересно это было, потому что тогда вообще скейтбордом никому интересно не было заниматься. Вот. Ну, в общем, они прикрыли на эту программу, как бы, ну и меня деликатно попросили вот покинуть столь веселое заведение. Ясно. Вот ты сказал, что ты на каком-то этапе, когда тогда познакомился с Пашей Сорокином, хочется как-то, да, наверное, зафиксировать, каким был Паша, какую роль он сыграл в твоей жизни, второй карьере, и, может быть, какую-то личную историю про Пашу Сорокина от тебя. Вы много с ним путешествовали, вы вместе работали на Дрэбблс, и я думаю, что у тебя истории великое множество, но если получится вспомнить какую-то одну или, может быть, пару, было бы классно. С Пашкой, что не ели, это какая-нибудь новая история. Поэтому я уж так всех не помню, не припомню по поводу истории, а по поводу того, как он повлиял на мою карьеру, да. Я вообще долгое время считал, что Сорокин, наверное, в свое время катался круче всех на тот период, на тот период времени. Согласен. Потому что никто, ну, так не прыгал, наверное, никто не делал такие слайды, ну, и никто там не убивался так на спотах, как Паша. Причем, если сейчас, наверное, посмотреть спустя время, как бы, это были, может быть, не особо какие-то крутые трюки, но ты понимаешь, когда ты маленький и, как бы, вокруг тебя нет ничего, вот то, что он делал, делал, это круто. Первое, что я увидел в своей жизни, это когда я приехал на Октябрьскую с каким-то дешевым, там, китайским скейтом, я смотрю, Сорокин, зад Октябрьской прыгает 360 флип. Я сначала не понял, что это за штука, но я просто понял, что, во-первых, лететь далеко, ну, тогда, тогда мне казалось, лететь далеко, доска крутится вот так, еще вот так, я присматриваюсь к этому, сижу, смотрю, и он сделал при мне в итоге этот трюк, вот, я помню, весь в татуировках был, он стрижки менял каждый, каждый, я не знаю, каждые три дня, наверное, он работал парикмахером, то он приедет с черными волосами, то он приедет с белыми волосами, то он приедет вообще на лосо стриженный, вот, вот, ну, он, да, наверное, пожалуй, он круче вообще, всех катался на тот период времени, у него более агрессивный стиль был такое катание, и все-таки более панговский, наверное, это вот, мне кажется, очень важно, для меня, я вот, когда попробовал для себя как-то вылить, чем же он крут, это, мне кажется, он первый, который своим примером, с вами показали, что скейтер из России, скейтер, который вырос среди нас, его скейтбординг может выглядеть так же круто, как вот в зарубежных видео, может быть, даже дело не в уровне катания, не в сложности трюков, а просто какое-то общее впечатление, ты смотришь, ты понимаешь, вот это круто, я хочу быть таким же, я хочу кататься так же, я хочу стремиться, чтобы мой скейтбординг выглядел так же круто, как у Паши Сорокина, и я знаю, что были другие скейтеры, конечно же, и они тоже делали крутые трюки, но вот какое-то общее впечатление, то, что мы подразумеваем под словом стиль. Паша все-таки скейтпанком был каким-то, и он, наверное, сильнее всех выделялся, своим внешним видом, наверное, своим, да всем, манерой, наверное, всем вообще. Скоростью, на которую он делал трюки. Да, потому что даже с ним прикольно было играть в скейт уже, даже чуть позже, в более поздние времена, потому что он, ну, на какой-то скорости катался, он не плелся, вот так вот еле-еле, и там не заказывал тебе 0,36 хилл флипа с тик-таками, понимаешь? Вот, то есть там был простой, там, может быть, там фронт-сайд флип, но это был на нормальной скорости, нормальный щелчок, нормальный отъезд, видно, что человек умеет. Вот. Да, согласен. Вот это важно, то есть скорость вот в этом плане важна. Скорость – это вообще один из ключевых критериев в скейтборде, и он хорошо показывает, насколько хорошо ты владеешь и чувствуешь, и контролируешь скейт, и тут действительно Паша хороший пример. Да. Вот. Про рейлы я хотел спросить. Ты все-таки для меня ассоциируешься со скейтерами, которые одними, наверное, из первых начали кататься по уличным перилам, и у меня есть такое ощущение, что вот катание по хендрейлам отшлось с некоторым отставанием, и люди уже прыгали большие ступеньки, и скользили по граням, но вот как-то долго, очень долго в России никто не, почти никто не прыгал на хендрейлы. Как ты думаешь, с чем была связана эта проблема, и как вот ты начинал катание именно по уличным перилам? Слушай, ну не было, потому что, во-первых, не было скейтпарков, негде было потренироваться, поучиться, это раз. Один скейтпарк медведков все равно это особо не считается. И он открылся уже достаточно поздно, вы к этому моменту уже там несколько видео успели снять? Ну, может быть. Парочку, наверное, не несколько, но пару точно. Почему я катался по рейлам? Потому что я учился по ним кататься. Я научился сначала ноузграйнд по периле, а потом по бортику. Понимаешь, да? Поэтому не знаю, как-то так сложилось. Вот. Почему отставание было сильное? Во-первых... Мне кажется, еще такая была архитектура, рейл было сложно найти в хорошем перилу. Не было хороших рейлов. Если были рейлы, то с них гоняли очень сильно. Тем более, не было такого хорошего скилла, как сейчас, и ты не мог успеть просто физически быстро сделать. Вот. Если ты там завис на 5-10 минут, соответственно, тебя просто выгонят и все. Вот. Ну, что еще добавить? Бонслайт по золотой. Кто первый сделал? Ты или Дима Гаврилов пончик? Я первый сделал. Ты первый сделал. И ты сделал его в шортах, если я правильно помню. Да. Это достаточно удивительно. То есть, ты выбрал там одно из самых сложных и опасных препятствий и решил атаковать его в шортах. Это на самом деле в рандомном порядке получилось. Мы гуляли, вот, и просто решили заехать на Академию. Я, по-моему, был как-то. Я не помню. Я вот, честно говоря, я не помню, был ли я на Академии до этого или не был. Правда, не помню. Ну, когда мы там пришли, я был, по-моему, если я не ошибаюсь, это меня Тимур снимал еще на старую камеру на ВХС-ку. Вот. И мне кто-то говорит, а меня только-только взяли за неолимпийские игры кататься. И он мне говорит, что, попробуешь? Типа, тут роллеры катаются. А я катался с роллерами. В принципе, ну, то есть, высота перила меня не пугала. Пугала меня единственная, как бы, длина, наверное. Да, это перила в 15 ступенек. Надо немножко, наверное, описать для наших слушателей, потому что могут не все знать. Это такой легендарный спот. Это перила достаточно странной, нестандартной формы, длиной в 15 ступенек, с большой высоты, но в то же время запрыгивать на нее достаточно невысоко. Невысоко, где-то по коленчику. Вот такое вот сочетание вот этих всех факторов. Она очень резкая, причем она очень резкая, и когда ты подъезжаешь с полу, ты не видишь ничего, кроме горизонта, в никуда. И находится она около президиума Академии наук, поэтому мы называем ее на Академии. Опять для наших слушателей, наверное, не все могут знать, почему мы говорим Академия. Академия, она находится на входе в Академию наук, вот то здание, знаменитое, рядом с площадью Гагарина. Да, и так вот, меня взяли, значит, кататься за неолимпийские игры, у меня вот доска, как раз, помню, была со сликом. Вот. И это, на самом деле, немножко обломало, потому что она очень быстро ехала, и было не очень комфортно. А мы тогда, как бы, ну, практически ничего не натирали, потому что все и так утерто было, как бы там, где мы катались, и как бы еще слик, он тебя несет очень сильно. И такие были ощущения, конечно. Я раза с 17-го или 18-го сделал, я помню, мы даже считали, потому что это просто в таком рандомном порядке было. Просто мы гуляли, зашли туда, попробуешь, я такой, ну, давай попробую. Я сделал, и когда я сделал, я просто такой, прям не поверил сам себе. Мы приехали в Парк Победы, я даже не катался. Ну, это действительно сенсация, значение вот этого друга сложно переоценить. Это на тот момент был. Я помню, что, я помню вот этот момент, когда ты подъезжаешь к периле, а 15 ступенек, ну, как бы до того момента я не катался по таким рейлам. Однозначно, когда ты это сделал. И ты когда подъезжаешь, понимаешь, ты подъезжаешь, тебя обдувает ветерком, как бы, и ты едешь, едешь, ты не видишь, что внизу, что тебя ждет вообще. Ну, вот это мои воспоминания. Ты подъезжаешь, такой, и просто в конце уже понимаешь, что да, вот, в принципе, полы можно щелкать. То есть, вот именно в этот момент ты должен решиться прыгнуть, потому что ты просто едешь, вот если ты там постоишь, посмотришь так вот вперед, ты поймешь, что ты как бы там едешь в пропасть. И, наверное, это еще немножко, знаешь, как бы тебя заставляет твои ножки трестись. Это действительно легендарный, сенсационный трюк. И в тот момент, когда ты успешно уехал именно в уровень российского скейтбординга, шагнул на ступень вверх. Это действительно сложно переоценить. Это прям вот развитие российского скейтбординга, который ты проделал своими ногами. Да, а Димонович Гаврилов, мы на самом деле с ним хорошо дружили, и у нас с ним была такая, знаешь, своеобразная гонка вооружения, типа, то есть, что придумали американцы, сразу повторяют там в России, что придумали в России, сразу повторяют американцы. И вот у нас как бы борьба такая была. А он был из Санкт-Петербурга, уточним. Да, он был из Санкт-Петербурга, мы причем с ним очень хорошо дружили. Прям я у него жил, оставался, он у меня жил. То есть, мы катались все вместе, он, наверное, лучше меня катался все-таки, потому что он только катался, больше ничего не делал. Мне еще хоть иногда приходилось работать, тратить время свое, ну и силы, соответственно. А он молодец на самом деле был, то есть, это вот прям тоже мой друг, но наши дороги потом как-то вот разошлись там на фоне там каких-то там. Ну, в общем, это тоже важно. Кто знает, тот поймет. Ну, тусовок всех вот этих. Да, да, да. Ну, вообще это важно зафиксировать для истории российского скейтборнига, что ты был первым, потому что я задавался этим вопросом, примерно в одно время вышли, ну, была фотография с Димой, тоже бортслайда, поэтому уже на этом же споте, и ты, вот мне было интересно, и я рад, что я прояснил. Еще, если бы мне повезло, то еще бы была бы со мной фотография, когда я там делаю фифтаг, потому что я договорился, когда я сделал бортслайд, через какое-то время я договорился с Андреем Артюховым прийти туда фотку сделать. Андрей, как всегда, опаздывал очень сильно, а я приехал, у меня все, у меня пятки горят, мне нужно либо кататься, либо я сейчас тупить начну. Вот, я помню, я подъехал к ней такой, думаю, сейчас я разогреюсь, фифтаг сделаю. Вот, я, значит, первый раз прыгаю, как-то засейвился, типа, с нее спрыгнул, все нормально. И вот второй раз, я когда на нее прыгнул, она просто остановилась в самом начале. Я просто, я ничего не помню, я помню, я отбил все. Я не помню точно, как я падал, но я помню, заболела голова у меня, заболела там спина, коленка где-то, там локоть, я отбил себе сильно. Вот, я просто разворачиваюсь, уезжаю, потом со званием с Андреем, он такой, ты что меня не дождался, типа, какого черта? Я говорю, слушай, я тебя ждал целый час, я не мог уже, мне надо было что-то делать. Он такой, типа, ну ты там урод, там какой-то, такой сякой вообще. Я говорю, ну, я ему рассказал эту историю, он такой, ну ты, псих, ну ладно, жалко фотка не получилась. Я говорю, что там фотка, это как я умираю? И больше я по ней не катался, то есть, я понял, что на фифтаге она не едет в принципе, я причем встал четко, конкретно, и вот я как встал, вот я так на ней остался, хотя потом Егор Голубев сделал по ней фифтаг, и это круто, я считаю. Ну, он просто, я не знаю, на каких подвесках он делал, но вот мои индики не поехали вообще, то есть, от слова просто, вообще они встали намертво. Там такой металл, я шупал, я трогал, да, алюминий, он плохо взаимодействует с алюминиевым сплавом подвесок. Ну да, ну алюминий и дюраля алюминий получается у тебя, как бы, что-то будет стираться одно, скорее всего ничего, и ты... Чтобы закрыть тему этого спота, в каком видео можно увидеть твой бортслайд, это в каком... Кто здесь, по-моему. Кто здесь, мне тоже казалось, я... Кто в 98-й? Да, это было следующее видео, после между... с одной... До этого был апокалипсис, а после этого была уже коалиция. Вот. Может быть, ну, наверное, я уже рейнджир так особо не помню. Да, давай немножко сменим тему. Ты также стал, мне кажется, одним из первых российских скейтеров, который стал много ездить по стране, и во многом это было связано с мероприятием сникерсурбания. Вот я бы хотел как-то проговорить, какую вообще роль, на твой взгляд, это мероприятие сыграло для развития скейтбординга в стране, и особенно в регионах, ну и какие-то твои воспоминания, потому что, ну, это на самом деле для многих скейтеров в других городах, это вот была такая раз в год возможность как-то прикоснуться к столичному, к элитарному скейтбордингу через знакомство с тобой, через демо, которое привозили в города, привозила в города сникерсурбания. Ну, в общем, это такая, сейчас, может быть, даже сложно как-то донести, потому что мероприятий было много, и значение немножко стерлось, но для меня, мне кажется, вот это такое начало-начало. Ну, я хотел бы, наверное, начать с того, что это, наверное, был лучший период моей жизни, то есть, это такое мероприятие, которое, наверное, оно сплотило ролеров, беймеров и скейтеров, хотя мы друг другу, как таково, вообще никогда в жизни не любили. И когда мы начали ездить с ребятами, отбирали, там, по-моему, отбирали по двое, брали двух ролеров, двух скейтеров и двух бумиксеров. И когда ты в таком коллективе, и когда видишь, что ребята на самом деле там фигачат на великах так, что как бы даже страшно становится, думаешь, нифига себе, они там все в защитах, мы такие в защитах катаются, ха-ха-ха, но когда увидели, как они раскладываются, мы такие, хорошо, что ты был в защите. Вот. Это было, ну, как бы, это было очень весело, то есть, просто великолепное времяпрепровождение, то есть, классные с нами ездили музыканты, Дабуги Крю с нами ездили, то есть, и мы как-то вот все вот в одном, знаешь, как бы все лето ты по выходным с этими людьми по двое, по трое, по два-три дня на выходные ты проводишь. Вот. Это год 2005, 2006, мне кажется, до 10-го, что ли, она была, Там потом уже пошло на спад, и чем ближе было к концу, тем было слабее. Но вот, мне кажется, в районе 2005, даже по моим воспоминаниям, я вот ездил на Сникерсов-банил. Мы объездили, ну, действительно, почти полстраны, но до Сибири мы объездили вообще всю Россию, как бы, и я хочу сказать огромное спасибо Сникерсов-банил за такую возможность хоть посмотреть на то, как люди там живут, на то, как люди там катаются. У них на тот момент, конечно, была совсем беда. То есть... В Москве-то было не очень, как ты рассказывал, а в регионах... но у нас уже было пару магазинов, понимаешь? То есть, как бы, у нас уже были, как бы, скейты, то есть, а там этого вообще ничего не было. И вот они, по-моему, привозили все из Москвы, когда кто-то сюда ездил, так же, как нам когда-то там привозили это из Америки либо из Европы, так же им привозили из Москвы. И у них ничего не было. И когда мы приезжали, как бы, и катались на экспортах, ну, мне кажется, они кайфовали. Однозначно. Я как представитель вот той стороны, я ездил в Нижний Новгород, я ездил в Казан, и я тебя помню, как вот участник этих соревнований. Я помню... Да, причем мы не везде, к сожалению, катались по разным причинам. То есть, нам бывало, скейт-парки ставили... Ну, в таком месте, вот ты не поверишь, на Красной площади это шикарное покрытие. Да, вот брусчатка. Да. То есть, просто ты, если, не дай бог, там просто упадешь, но от тебя просто ничего не останется. У тебя вот как просто с... Не то, что шкуркой, тебя... Я не знаю, как вот... Как это обозначить? А как вы там ездили-то тогда вообще? Нет, вот было пару городов, мы не катались, мы приезжали, мы участвовали. Мне за это очень стыдно, но мы прям сразу сказали, ребят, ну невозможно. Ну просто, ты не можешь доехать до радиуса. Понимаешь, да? Вот как-то так. Ну, это вот какие-то реалии того времени, как бы, но... И вот, наверное, да, в каких-то городах мы, наверное, может быть, и не показали как бы... Но, тем не менее, все равно это такое знаковое событие, это было действительно такое окно для региональных скейтеров в мир большого скейтбординга, в мир большого экшн-спорта. Причем у нас тусовки были, вот я не совру, вообще почти на каждом городе. Нас звали после этого в какие-то бани, ну, реально, в нормальной бани, то есть, в какие-то бани, какие-то тусовки, там была куча скейтеров постоянно с нами. Не сомневаюсь, да. Я думаю, что автопати не менее легендарная. Да, наверное, можно это назвать автопати, да, я, наверное, по старинке тусовка. А было такое, что в регионах тех же, ну, если там не было это развито, да, люди, очевидно, приходили посмотреть, такие, вау, типа, что это ребята делают там на роликах, на досках, так можно вообще? А были те, кто такие, ну, условно, гопота, которая после подходила и такая, ну, а вы что вообще, зачем вы этим занимаетесь? А, так она и сейчас есть. Это тоже справедливо, да. А так, да, там и Красноярск, и Новосибирск, и Нижний Новгород, и Волгоград, где вы только не были. Да, причем было, бывало даже такое, что в какой-то момент мы с коллективом, значит, вот из Волгограда, например, нам нужно уезжать в Москву, а потом нам нужно, там, условно говоря, ехать в Самару. Мы с ребятами, просто там, я уж не помню, я помню, я уж не помню точно с кем, помню точно, в Ди, по-моему, был один раз. Мы просто покупали билеты себе до Геленджика, ехали в Геленджик, там, загорали, купались, вот, отъедали шашлыком, и после этого приезжали в Самару. И вот такой, вот такие, и мы просто, как в какой-то момент, мы просто летом вообще в Москве нас не было. И мы прям кайфовали. То есть мы сразу с собой брали, там, по пять, по семь досок на все лето, там, ну, условно говоря, вот, и просто уезжали, там, тусоваться, там, мы вот уехали, потом приезжаем в другой город, из этого города, едем куда-нибудь еще, и потом приезжаем, ну, вот так вот мы колесили, очень круто. Круто, да, и вы принимали, у вас, мне кажется, можно сравнить с рок-звездами в каком-то смысле. Ну, я-то не особо рок-звезда, конечно. Но, тем не менее, отношения особенные точно были. Вот. Слушай, я знаю тебя, как, наверное, самого большого педанта с точки зрения размеров и формы доски. Такой же принцип у тебя, мне кажется, и при выборе обуви. Кажется, для тебя каждый миллиметр имеет значение, каждый малейший изгиб. Ты по-прежнему столь скрупулезен в выборе харда для катания? Я на самом деле скрупулезен только только к скейтборду к самому. Как таково к обуви. Что должно совпасть? Какие параметры должны быть у идеальной для тебя деки? Не, ну, в первую очередь конки, ее шейп и размеры. Ну, расскажи, какой должен быть конки. Глубокий, наоборот, плоский. Опиши вот идеальную доску для ширину, длину, конки. Окей, ширина 8,5, конки в хай, расстояние уилбейс 35,5, тейл 18, нос 19. Послушай, я обращаю внимание только на ширину. Я вот из этого всего понимаю только 8,5. Все остальное, я говорю, это, я знаю, что, если там какое-то несовпадение, тебя это вгоняло иногда даже в ярость, ярость какую-то, потому что, да, когда ты прыгаешь, ну, понимаешь, почему ярость? Это, наверное, пошло еще с того времени, когда ты, ну, вот мы катались по перилам, там у тебя нет такого, что ты поставил себе узкую доску, и ты можешь легко на нее прыгнуть, ты себе расшибешь все вообще, ты расшибешь себе голени, ты там, ну, кувыркаешься на ней, это малоприятно, и каждая такая ошибка, она стоит времени, иногда в полгода. И вот чтобы этого избежать, на самом деле, ты всегда себе берешь одну и ту же доску, или хотя бы приблизительно плюс-минус одну и ту же одинаковую, потому что один промах, Кирилл, ты знаешь, в лучшем случае тебе, в лучшем случае ты не будешь кататься полгода, если ты попадешь на операционный стол, в худшем, на всю жизнь. И вот это, наверное, в стрессовом состоянии, когда ты постоянно в этом пребываешь, вот этот момент, как бы, да, лишь бы не промахнуться, вот тебе нужно прям точно сконцентрироваться, ты должен точно знать, что она щелкнет именно в тот момент, который ты щелкнешь, а не в тот момент, который она захочет щелкнуть. И вот, наверное, я ей жизнь доверяю, понимаешь, свою. Я должен быть в ней уверен. Кроссовки неважно. Кроссовки вообще действительно неважно, но как бы единственное, чтобы, ну, копытца не пробивать, как говорит мой друг Троян. Вот. А все остальное, в принципе, форма, кроссовка, ну, то есть, наверное, она не особо такую сильную уж прям роль играет, потому что все-таки скейт гораздо важнее. Там, ну, ты же знаешь, что ты можешь вот просто на какой-нибудь ерунде ехать там, да, там, сделать какое-нибудь там поп-шоу и там разбиться головой, удариться, и все. Я в этом смысле более всеядный, но я тебя всегда знаю, что если у тебя там что-то не совпадает с идеалом, то это, в общем, тут гром и молния будут над спотом. Да не, ну, почему же? Не всегда, смотря, что ты делаешь. Одно дело, ты сделаешь 50-50, а там, ну, и другое дело, ты сделаешь бурслайд по академии. Причем, по академии я делал на идеальной доске. Но со сликом. Но со сликом, Надо, мне кажется, уточнить, это вот было такое время, когда производители скейтов экспериментировали и добавляли пластиковый слой. А я не знаю, почему мы перестали на самом деле этого делать, потому что это крутая штука сейчас. Вот посмотри, как сделали Москву, посмотри, как сделали вообще все споты. вот мне кажется, сейчас бы слик вообще это было бы топ. Это просто, тебе не нужно ничего было бы натирать, но ты бы натирал бы на ней так сильно, и у тебя все бы ехало. Вот. Я не знаю, почему на самом деле, ну да, она тяжелее, ну и что. Но тогда какой-то период времени по-моему, все производители стремились к облегчению скейтов. Делали легкие траки, легкие колеса, легкие маленькие коротенькие винтики делали, но мне кажется, ничем этого хорошего не закончилось. Все равно все пришли к классике, потому что все это ломается гораздо сильнее, ну гораздо быстрее, точнее, ломается. Вот. То есть эти легкие подвески, там, я не знаю, приземлишься с пяти ступенек, они у тебя либо улыбаются, либо трескаются пополам, либо сам wheelbase трескается. Такой просто, я купил подвески вчера, сегодня вот, что тебе за история, вот тебе легкость. Поэтому все-таки классический вариант, мне кажется, самый лучший. И ты еще попробовался в роли руководителя пары брендов тоже. Давай вспомним, ну сначала это был Rebels, потом это было Hobo. Расскажи, наверное, немного про каждую из этих двух компаний. Как ты оказался в их главе и чем это закончилось? Ну, это немножко, может быть, я не совсем... Полный крахов. Конец. Finish him. Бруталити. Начнем с Rebels, потому что он был раньше. Да, давай начнем с Rebels. Это, на самом деле, никогда не был особо коммерческий проект. Это было, наверное, как продолжение какой-то, может быть, коалиции нереализованной, потому что в какой-то момент мы поняли, что мы можем, на самом деле, скейты делать, как бы, и тем самым, ну, наверное, как-то сами себя развивать и быть независимыми. Это, наверное, то, что стояло в основе коалиции. Вот. Просто мы смогли это реализовать на тот момент. Причем это было все сделано каким-то таким интересным образом, что Union на самом деле создали тоже... мы Rebels и Union создали в один год. Я это не отслеживал, тогда интернета не было особо, и как бы... Кто-то мне сказал, в каком году Union был основан. Я такой, блин, в том же самом мы сделали. И вот мы как-то вместе попробовали привезти, и вроде это пошло. Тем более, это было, знаешь, как что-то свое, понимаешь, вот это вот, то есть ты никому ничего не должен. Хотя у меня, конечно, я тут в тот момент катался за спорт... ну, за крупную контору, и у меня был выбор либо оставаться и делать свое, либо кататься за ту компанию, но там бы мне давали кроссовки, обувь, весь хард, нас бы еще куда-нибудь возили. Я выбрал скейты. Вот. То есть какую-то независимость вот эту вот. И все. То есть оно так пошло. Тем более, я на самом деле не один это делал с Павлом Сорокином. Вот. То есть мы как-то вдвоем. Вот делали, пытались что-то развивать. Сколько лет это просуществовало? Десять лет. Десять лет вы, да, занимались? Я уже подзабыл, как долго. Ага. Ага. Вот. Ну, я там помню, вы поддерживали и в Сибири, ребят, в Омске, кого-то, мне кажется, и с Минском у вас был тесный контакт с Глебом Бенцевовским. Да. Вот. Ну, мы общались на этой почве, безусловно. вот, ну, ничего не отличного подломали. Так, а что такое было Хоба? Это был полностью твой проект? Да, это был полный. Ты это реально придумал? Потому что, сейчас есть версия, что ты где-то нашел это и купил под ключ, скажем так, готового партия. Да, я такое слышал. Нет, на самом деле у нас был очень классный дизайнер и как бы, ну, то есть, все свои идеи, которые я как бы ему высказывал, ну, то есть, ему говорил, он это реализовывал. И реализовывал, ну, с какими-нибудь поправками. Я говорил, что мне вот здесь, может быть, немножко не нравится. Вот, он доделывал. А вообще, все чисто свое, ничего под ключ не куплено. И название еще было удивительно. Когда Хоба, это такой сленг, английский, где ты вообще, да, где ты вообще нашел. Ну, как бы, не совсем бродяга. То есть, это кто, кто как бы хочет, наверное, знаешь, кто вот захотел, захотел, поработал. Захотел, там, из серии, там, работаю за еду. Знаешь, такие вывезки из этой серии. То есть, это вот, наверное, какой-то такой уже фан начался. И просто хотелось, ну, наверное, черепа вот эти все надоели. Да. Вот. Вот это еще смена, его как что-то хотелось сделать, ну, и сделал. Да. Да. Но Хоба меньше существовало, да, сезона 2-3, мне кажется. Хоба где-то 3-4 года просуществовала, просто потом уже не было времени заниматься, в связи со сменой деятельности, как бы там уже было не до этого. В прошлом году ты отметил 40-летие, и ты, наверное, первым из российских проскейтеров преодолел эту отметку, и ты отметил это Инстаграм-клипом 40 трюков на 40 лет. Действительно, очень вдохновляющая история. Формат-то известный и понятный, и много кто снимает, но никто его еще не снимал в нашей стране на 40-летие. Ты думаешь, я первый? Абсолютно точно. А мы просто по памяти решили со встречи. Я на самом деле знаю, что это очень многих вдохновило, и мы там с участниками команды Вэнс это все обсуждали, да и все, кто, в принципе, тебя знает и понимает вообще твою роль, все были в восторге. Это было круто. Да, спасибо. Причем я старался выбирать трюки не какие-то совсем уж совсем простые. Да, там полноценно, там и нолли, там и флип-ины есть, там флип на бэксайд фифт То есть там без мяса, то есть, честно говоря, не хотелось разбивать ноги, вот, там кататься вниз по рейлам, грубо говоря, ну, то есть, понятно, что там никого особо не удивишь, там каким-нибудь там файво, никого не удивишь по рейлу, вот. Это как бы не поп-шоу эту фейки на Бенке, там прям и рейлы, и грани, и флип-ины есть. Ну да, флип-ины, даже один флип-ин, наверное, есть, или сколько, я уже не помню. Там, кстати, было больше 40 трюков, если ты посчитаешь, там больше 40 трюков. Больше, да, я не считал, ну круто. Слушай, а в чем вообще... И то там еще не все вставили. В чем секрет вообще твоего долголетия в скейтборде? Как ты вот умудряешься сохранять форму? Алкоголь, наркотики, это совки. Рок-н-ролл форево. Да, потому что все-таки тебя сложно назвать адептом здорового образа жизни, который сейчас у многих популярен, но тем не менее ты продолжаешь кататься, и... Не знаю, ты знаешь, это как все изнутри. То есть, ты знаешь, однажды я встретил, когда я сломал себе плечо, я у врача встретил футболиста. Просто вот он ко мне подошел, говорит, а у тебя что, я говорю, ну вот плечо там типа резать будут. Он такой, понятно, говорит. И мы с ним заговорились, заболтались, и он мне говорит, как думаешь, сколько мне лет? Я говорю, я смотрю на него, ну лет 35, он такой, нет, говорит, там 42, он мне сказал, или 43. Точно не помню, но точно помню за 40. Я говорю, ну ты круто выглядишь. Он такой, да это все, говорит, спорт вообще. И мы с ним сошлись на том, вот он мне сказал, ты, говорит, если хоть раз в жизни кайфанешь от того, что ты делаешь, от спорта, вот ты прям получишь, прям оргазм получишь, такой вот спортивный. Ну он же действительно есть. Ты, говорит, никогда в жизни больше этого не бросишь. Я, говорит, не могу, говорит, больше бросить футбол, мне, говорит, нравится. Я, говорит, там не в суперкоманде, типа, ну мне просто нравится, я кайфую. Типа вот сломал ногу там из серии, знаешь, там. Хотя он там где-то играет какой-то там, играл, может быть, любительский, я не уточнял, поскольку я в этом дилетант, и не могу об этом ничего сказать. Я как бы не уточнял, ну как бы, все равно мне это ничего не даст. Только поэтому. Вот. И за всю свою жизнь я, наверное, три раза испытывал это удовольствие. Как там говорилось, ни одна блудница в мире не сможет потушить этот пожар, который горит внутри тебя. И это скейтборд. И это скейтборд. Это круто. Вот. Потому что это, понимаешь, это, как тебе сказать, это изнутри как бы, это то, что вот там, где ты отдыхаешь, то есть там, где ты кайфуешь, там, где ты прешься. Понятно, что я уже не молодой, я там уже где-то что-то там побздюхиваю, что-то где-то сделать, как бы, да. Вот. Но я кайфую, по крайней мере, от того, что я там хоть что-то еще могу сделать. Да. А до скольки, вообще-то, думаешь, сейчас можно активно кататься? Потому что это все раздвигается. Есть там, например, Эндрю Рейнольдса за океаном. Есть там еще старше, Стив Кабалера, который уже там еще дальше. Я не знаю. Вот честно, ну, честно, серьезно, говорю, не знаю, но вот там, опять же, вот мой друг сейчас там, Андрей Артюхов, ему скоро там шестой десяток будет, и он катается еще. Ну, вот он сейчас начал кататься опять после долгого перерыва, там, со спиной у него проблемы были. Вот он катается, понимаешь, то есть, как бы, его прет, ему нравится, да, может быть, не каждый день там, да, вот, но все равно ты двигаешься. Может быть, иногда это как фитнес для тебя, понимаешь, то есть, чтобы не идти в зал, там, на какую-то тренировку, там, да, вот на эту тупую... Ну, это менее увлекательно, да. Здесь другое, здесь разнообразие есть. То есть, здесь ты, здесь все зависит от тебя. Не от того, насколько ты там поднял чего-то, а здесь все дело в твоей скорости, реакции, в твоем заряде, именно вот это во внутреннем. Иногда, может быть, даже в злости в какой-то, потому что иногда что-то сделать невозможно, там, не разозлившись, там, условно говоря, там, да. Ну, это здорово, действительно вдохновляет, и ты для меня, наверное, единственный такой скейтер, который катается уже непрерывно, четверть века, лет 25, и для меня-то вот такой живой пример, четверть века, связи поколения, вот ты, ты застал еще конец 90-х, ты застал вот этих всех пионеров, Сорокина, Мархасина, и как бы ты до сих пор, они тоже катаются, но все-таки ты, твой уровень катания, он повыше, и ты до сих пор снимаешь трюки, и ты до сих пор снимаешь полноценный уличный материал, и, конечно, твоя карьера для меня, это большое вдохновение, и я хочу, чтобы вот и другие скейтеры тоже это понимали, и ценили. Это же такой период, как бы тоже он, ты не забывай, что я очень довольно-таки долгое время катался один, после того, как коалиция вот в том первозданном виде, в котором она была, все перестали кататься. Макс Аплин, ну, Пашка Сорокин, Австрия уехал, там Слюнтяя спина, вот, ну, еще пару человек там просто забили, им было неинтересно, и как бы, и в новую тусовку вроде как не пойдешь, ты там как бы особо не нужен, и как бы старые нету, а кататься-то хочется, и вот ты, короче, приезжаешь в Парк Победы, катаешься один там на Октябрьскую, в Парк Победы, это, кстати, такая тоска. Вот именно в тот момент времени я понял, что, по-моему, я начинаю деградировать, ну, потому что как бы новые трюки, ты как бы, ну, не учишься практически вообще никакие делать, вот, и вот этот, вот этот момент самое главное пережить, чтобы вот абстрагироваться от всего, как бы, и вот, наверное, быть, наверное, независимым, как бы вот, каких-то людей, как бы, которые тебя окружают, ну, вот, мне тяжело это сейчас, наверное, объяснить, так вот спонтанно сказать, но был тяжелый период времени, я уже думал, я брошу кататься, насте, наверное, вот, а потом думаю, а что я еще умею делать, ничего, как я брошу, да ну его, будут кататься, появилась новая тусовка, новая коалиция, то есть, скейтбординг, он сам по себе, вот, один на один не существует, получается, да, то есть, он рано или поздно, как это сказать, загибается, если ты сам собой остаешься без друзей, да, я думаю, что да, я думаю, что да, потому что, это как, знаешь, как сейчас вот, модно говорить, типа, нету хайпа, одному тоже тоскливо, ты приезжаешь, ты как бы, ну, тебя как бы никто не поддерживает, знаешь, там, ты как бы никем там не вдохновляешься, вот, наоборот, ты начинаешь спускаться, все, ниже, 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 да, у тебя время идет, как бы, какие-то базовые трюки, они как бы, конечно, так и остаются скилловыми твоими, которые ты сам умеешь делать, а что касается какого-то прогресса, нет вообще, и вот этот самый главный, вот этот момент пережить. Как за это время поменялся скейтбординг, вот мы с тобой вначале немножко уже говорили о том, что раньше была обязательная программа прыгать со ступенек, сейчас уже нет, ну, и в целом, как там развитие интернета, и какие-то тренды, и как вот, это достаточно большой период времени, ну, сколько ты уже в скейте, и как за это вообще, как бы ты описал изменения этой всей истории, и на уровне катания, и на уровне трюков, и, может быть, на уровне субкультуры, на уровне каких-то там внешних факторов, будь то развитие интернета, опять же. я, наверное, ну, как, вообще, это как вот из общей массы, там, из тысячи людей, да, грубо говоря, скейтеров, это 10, кто вырывается в топ, условно говоря, 10-20, вырываются в топ, вот они остаются кататься, то поколение, оно постепенно уходит, потом, значит, из другой тусовки тоже, ну, из другого поколения тоже самое приблизительно, вот, но все равно они сменяют друг друга, из этих 20, наверное, есть 2-3 человека всего-навсего, которые реально гасят круто, вот, я к ним не отношусь, конечно, никогда не относился, вообще, я считаю себя не очень хорошим скейтером, вот, потому что мне все тяжело дается, вот, вот, и, я, наверное, скажу так, что, есть парни, которые действительно очень сейчас круто катаются, есть парни, которые тогда очень круто катались, но, опять же, понятно, что сейчас уровень немножечко другой, потому что, ну, действительно, есть интернет, есть на что посмотреть, вот, раньше кому-то давалось, понимаешь, тут такой сложный вопрос, вот, очень сложный, безусловно, все выросло, ну, да, выросло, много скейтпарков стало, но как долго прокатаются все эти люди, ну, это же общая масса, как бы понимаешь, да, то есть, ну, она, наверное, в любом виде спорта такая, потому что своей цели добьются только те, которым действительно надо и останутся кататься, на которых не повлияет ничто, и, да, там кто-то будет гасить в своем стиле, там кто-то в рампе будет круто гасить, кто-то будет, как и Мин Алиев, там делает трюки, которые просто не поддаются воображению никакому, думаешь, как ты это сделал, ты, боже мой, как так ковырнуть ногой можно здесь, там, еще пнуть ее сюда, вот, кто-то как вот там двойнишников Димоныч катается, он очень круто, я считаю, катается, вообще псих полный, ну, круто, тебе респект, вот, есть кто катается только в пулах или только там на улице, хотя, по-моему, уже на улице нет такого возраста, то есть он очень, ну, как бы он понимает, что он как бы, и с одной стороны он вырос, а с другой стороны он где-то, может быть, деградирует, понимаешь, вот, в отношении, как бы, в том отношении, что раньше катались как-то ребята для себя и за идею, а сейчас ради чего не всегда понятно ради денег, как-то вот, ну, не совсем понятно, только скейтборд, понимаешь? Кто-то катается, может быть, даже ради лайков в социальных сетях. кто-то ради лайков катается, ради бога, я не против, как бы, это ваш скейтбординг, я всегда говорю, это твой скейтбординг, ты катаешь как хочешь вообще, я не против, вот, я не осуждаю никого ни в коем случае, как бы, ну, если людям это нравится, окей, вот. Он изменился очень сильно, безусловно, как-то все легче, что ли, стало, вот, если так вот со стороны посмотреть. Меняется, однозначно, трюки какие-то появились, для меня вот там. Единственное, единственное, что некоторые люди одеваются, конечно, так необычно. Ну, я вообще не как скейтбординг. Ну, и какая-то, и самокатание, и какие-то трюки, вот, недавно там все вот эти слэпи, ноу-комплай. Не, ради бога, а что нау-комплай? Нау-комплай я научился 15 лет назад еще делать, и чего. Это действительно один из первых был, который начал. Я самый первый, кто научился эти делать. Особенно вот с фронтсайд, 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 это раскаточный трюк. типа, я просто один день, я за один день научился этот трюк делать. Ну, то есть, потом я научился. Правда, я помню, я смотрел на тебя, я даже не совсем понимал, потом учился в другую сторону его делать. Не совсем понимал, что это за трюк. И все это было за два-три дня из серии, то есть, я такой, это разве трюк, типа, ну, мы там привыкли, типа, прыгать там с десятки, как минимум, тогда это, типа, с десятки вольный сделал, да, это не трюк, типа, вот там, хил флип, типа, ну, ладно, сойдет, типа, а вот ноль ли флип, или свич флип, это все бомба, а если ты сделал там свич фронт сайд флип, все просто, Я помню, да, я смотрел на тебя, у меня был в неком смысле шок, потому что, во-первых, как бы так никто не делал, во-вторых, любой трюк подразумевал, что ты делаешь вариацию Олли, так или иначе, а наукомплай там нет Олли, там немножко другое движение, я смотрел и пытался, как так вообще, что-то происходит там, а Олли вроде как и нет, и как это вообще делать. Вот еще Foundation был такой скейтер, Майк Резюк его звали, и вот он тоже делал наукомплай, когда их никто не делал, и вот ты начал делать, я действительно это помню. А вот, мне кажется, один из последних трендов в скейтбординге, это вот какое видео не посмотришь зарубежное, это обилие вуллрайдов, каких-то мануалов, когда во время мануала ты там делаешь перекладочку там на 180 градусов в какую-то сторону, и довольно часто вуллрайды, ой, не вуллрайды, а даунхиллы появляются тоже в партах. Вот это мне кажется, или действительно есть такая тенденция сейчас на это? То есть от GX1000, видимо, они моду задают, то есть как вообще вот эта вот тенденция зарождает скейтбординг? Слушай, на GX1000 они делают все с первого раза, и такое мясо там, это топ-коллектив. Ну, да, и они, получается, задают какую-то вот тенденцию. Ну, в любом случае, наверное, кто-то задает какую-то моду. Просто одни самые крутые, а другие пытаются быть такими же крутыми. Может быть, просто, понимаешь, люди разучились, ну, как бы, сейчас же все идет к такому, к лайтовому скейтбордингу. Ты раньше понимаешь, типа, дай трейнг, да, как было? Типа, либо ты делаешь, либо ты разбиваешься. Сейчас же люди не хотят разбиваться. И они выбирают для себя стиль скейтбординга, ну, такой помягче, скажем так. Вот, чтобы вроде покататься, вроде не убиться. Вот. Но одно дело, когда эта вуллрайд, там, скажем, там, по коленочку заехала, другое дело, когда там, как Гошан прыгнул в этом последнем видео, я аж охренел вообще. Я такой, просто, типа, и кто там еще говорит с первого раза, там, я такой, просто, что за жесть? Есть разница, да? Вот. Ну, вообще, это все вуллрайд это довольно давно были изобретены. И, мне кажется, знаешь, кого Женю Максимову можно вспомнить? Он одним из первых. В вертикальной степени он же делал бы, кстати. Да, даже была обложка, мне кажется, журнал «Экстрим», что ли. Экстрим, да. Да, и вот, мне кажется, четыре выпуска их вышло, и одна обложка одного из... На закате он там делал. Да, на закате мы друг друга поняли. Да, и вот тут, мне кажется, можно Женю Максимову вспомнить. Он в России первый начал делать, и это был год какой-то там 2002-2003. Не только Вуллрайд стал делать, он делал «Бэксайд Смисс Грайнд», «Фронтсайд Фиббл» делал. «Фронтсайд Нос Блант Слайт» он делал. Ну, этого я не помню. Не помнишь? Нет, ну, «Фронтсайд Фиббл» точно знаю вообще. Он с такой легкостью поперил, он катался. Вот он, кстати, хорошо катался. Он лучше меня катался. А ты сейчас на связи? Ты знаешь, как у него сейчас дела вообще? Слушай, нет, не слышал его пару лет, наверное. Честно говоря, не знаю. Вот. Ну, как-то мало стало скейтборднику внимания уделять. Может, в связи с работой с чем-то? Вот не знаю, с чем. Слушай, одной из твоих особенностей, особенность твоего характера, является вспыльчивый темперамент. Ну, речь сейчас про скейт, в первую очередь, идет. Бывает, когда у тебя что-то не получается, ты сильно злишься. Мне кажется, много у кого из скейтеров есть... А кто не злится, ты мне скажи. Просто все по-разному. Как ты себя стараешь контролировать, и как ты вообще с этим борешься? Как усыпить в себе дракона? Не, ну, все равно, волей-неволей ты, конечно, бываешь, вскрикнешь, ничего с этим не сделаешь. Но я тебе честно скажу, обрати внимание, вот когда ты катаешься там с ребятами, которые действительно вот прям на грани жизни и смерти, они тоже психуют, они тоже нервничают. Одно дело, если ты, ну, комплайн на полу делаешь, а другое дело, если ты, ну, там, пытаешься, грубо говоря, там какие-то серьезные трюки делать. Наверное, это пошло еще оттуда, потому что ты, как бы, в полном эмоциональном напряжении, как бы, да, то есть, и вот, любое падение будет больно. Короче, если ты ушатаешься, будет очень больно, неприятно, как бы, и, наверное, вот какой-то вот внутренний демон, наверное, тебе, давай, сделай, и ты такой, а, хорошо. Сейчас будет, подожди, дай собраться. Вот. А так вообще злятся все. Просто по-разному. Но одно дело-то там, ладно, окей, там, ты выкрикнешь, а другое дело-то ты, там, у тебя не получается, ты, там, не знаю, идешь, там, либо напиваешься, либо, там, еще что-то там, вот, и там еще ни с кем потом не разговариваешь, не звонишь. Есть и такой типаж людей. А злятся все абсолютно. Я не знаю ни одного, кто бы не злился. Вот. Я тоже злюсь, но мне потом бывает за это неудобно. А эмоции контролировать не получается. Ну, ты что-то пытаешься, а тебе кажется, ну, совершенно точно это должно получиться, и раз за разом что-то идет не так. Да. Я тоже теряю самообладание, я тоже, бывает, кричу и злюсь, а потом мне бывает за это неудобно. Просто кто-то это видит, а кто-то этого не видит. Вот, вот и все. Есть ощущение, что просто чем ты страшнее для себя трюк делаешь, да, то тем больше у тебя адреналина вырабатывается. Ну, нет, на самом деле все бывает по-другому. Бывает, ерунду не можешь сделать. Почему злишься? Ты злишься не потому, что тебе страшно, или ты там понимаешь, что вот-вот ты там промахнешься, сейчас грохнешься, размажешься. Нет, а тебе обидно, что у тебя ерунда не получается? Или ты там на ерунде знаешь, да, там, как я сегодня прыгаешь на файво, и в итоге звездочки в глазах. Вот. Неприятно, обидно как бы. Вот. Ну, ясно. А злость помогает со страхом бороться вообще в целом? Иногда да. Вообще да, иногда помогает. И со страхом, и с настойчивостью, когда уже даже надежда пропадает. Давай! Так, слушай, ну вот такой еще вопрос про твои работы разных лет. Все-таки профессиональный скейтбординг в нашей стране таков, что большинству скейтеров все равно параллельно приходится работать на других работах. Мне кажется, тут у тебя богатый опыт. Какие профессии ты успел перепробовать? Можешь просто в виде списка там, можешь где-то и подробнее расписать. Ну, я работал там и в скейтшопе. Первая моя работа вообще была в скейтшопе. Не олимпийские игры? Да, не олимпийские игры первые, вторые. Потом сквотбордшоп. Потом я там, по-моему, даже поваром работал. Когда еще совсем маленький был, я там на заводе токарничал. Там у меня токарное образование есть. Потом там в пару компаний работал менеджером. Ну, а сейчас там ремонтом занимаюсь, ну, как бы кофемашиной. Это для меня удивительно. Как ты вообще на это вышел? Не знаю. Это просто вот так звезды сошлись. Ничего не могу сказать. Где этому обучался? Как ты разобрался в устройстве этих машин? Ну, это долгий процесс, на самом деле. Как бы одно дело, ты закончишь там какие-то курсы, да. То есть, а другое дело, когда ты уже действительно получишь какой-то определенный опыт. Но опыт складывается годами вообще в этой области, потому что... Какие кофемашины? Домашние или все-таки, которые в барах стоят, в заведениях? Домашние. Это называется полуавтоматический кофемашин. Это вот когда ты засыпаешь зерно, включаешь, нажимаешь на кнопочку, и она тебе вот выдает напиток. Хочешь такой, хочешь такой, хочешь такой, хочешь такой. Вот. То есть, это полуавтомат. Автоматы стоят на заправках. Это вот прям коммерческие машины с садющим пробегом. То есть, там она тебе за час, там, я не знаю, там, кружек 50 сделать может. Это автомат, а это полуавтомат. Они все-таки по-правильному считаются. Домашние. Рожковые не делаю вот эти вот в барах, которые стоят. Нет. То есть, это не история про то, что у тебя, допустим, сломалась машина, ты такой, дай-ка я подчиню, и ты такой... Нет, нет, нет. Вот это вот цель, ну, это вот прям осознанный выбор был, просто пришлось что-то менять в своей жизни в определенный момент времени, и нужно было как-то пойти работать. Я такой, блин, дай попробую себя здесь. Вот. Ну, и вот это так сложилось. Я не могу это объяснить, действительно, но это прям так сложилось. Просто вот в течение времени, наверное, обстоятельства. Вот. Интересно, да. Я вот никогда не могу... Да, это сложная работа, на самом деле. Таким представить. Я знаю, что ты уже несколько лет занимаешься, и... Довольно-таки да. ... тебя устраивает. Да. А что у тебя сейчас в личной жизни? Семья, ребенок, как у тебя здесь все складывается? Расскажи. Ну, я в двух словах расскажу. Да, у меня есть ребенок. Вот. Девочка. Семь лет. Дарья. Вот. Скейтборд не любит. Пыталась спасать, не получилось. Вот. Не хочет. Ну, ее, в принципе, я прекрасно понимаю. Вот. Я ее маленькую катал. Ей тоже как-то особо это... Ну, она так хихикала, смеялась. На этом все закончилось. Может, испугалась в какой-то момент. Не знаю. В общем, не пошло у нее, поэтому... Вот, ждем. Ну, с генами не передалось, да. С генами не передалось, да. А твое катание она смотрит или это не особо интересно? Не-е-е, вообще неинтересно. Вообще, типа, папа на скейте... Ну, смотри, Даша, это я. Ты, да? Хорошо. Я такой, Даша, ты что, не будешь смотреть? Не-е-е, я тут занято своими делами, там не у тебя. А расскажи про современную реинкарнацию коалиции. Как так вышло и как там вообще все устроено? Слушай, я думаю, что тебе это лучше спросить у Саши Гочеренко. Я просто за них катаюсь. В общем, он будет, да, как-нибудь позвать его в аналогичном подкасте. Попробуй, на самом деле, да, он более компетентен в этом вопросе, потому что я как, ну, я как райдер. Ясно. Окей. Я бы еще вот немного вернулся к теме, как сказать, скейт-брендов, да, то есть у тебя есть этот опыт. Вот на твой взгляд, почему вообще в целом в России довольно тяжело, наверное, развивать вот эту скейт-индустрию? То есть мало спроса у скейтеров, или в целом мало скейтеров, или никто не готов, там, за хороший став платить большие деньги, там, вот, то есть в чем затык? На самих досках, наверное, как будто не сделаешь, да, какой-то прибыли, из-за этого тяжело существовать. Или вот, ну, как ты это видишь? Нет, ну, я-то это вижу, наверное, со своей колокольни, как бы, окей, почему появилась Хоба, потому что Хоба качеством было лучше, наверное, самые лучшие доски, которые были вообще на тот период времени среди, ну, уж русских производителей, я вообще сто процентов скажу. Да, они стояли дороже, вот, но они были хорошие, то есть мало того, что они мне нравились, они еще нравились много кому. Ну, и мне потом еще несколько лет ребята там писали, кто-то там спрашивал, а что будет Хоба, будет Хоба, я говорю, нет, уже не будет. Вот, они прямо очень сильно обламывались, потому что люди готовы, реально были платить за хороший став, потому что он живет дольше, на нем приятнее кататься, он себя ведет по-другому, она там и гнется по-другому, да, то есть, и, в принципе, шейп у нее хороший. Вот, у нас же людям, я не знаю, просто, наверное, этим так очень серьезно никто не занимается. Тут же стоит вопрос о том, ты хочешь денег заработать на этом, либо ты хочешь создать качественный бренд, который бы, в принципе, жил сам на себя. Да, ну, то есть, ты либо делаешь дорогой хороший бренд, вот, который действительно людям нужен будет, конечно, это не будет все прям молниеносно за пять минут, время пройдет определенное, либо ты делаешь ширпотреб и продаешь его дешевле. Что, в принципе, по большому счету, люди выбирают, это их дело, вот. Ну, я попробовал, в принципе, я остался доволен, и люди, которые катались на, вот, на моих досках оба, они тоже остались довольны. Ну, как бы, но, к сожалению, пришлось изменить. Ну, это, как бы, можешь не отвечать, конечно, на твой вопрос, но это из-за того, что спрос был недостаточный, или просто, ну, не было, как бы, возможности этим заниматься? Нет, спроса много и возможности этим заниматься, но у нас же люди как привыкли, у нас хотят минимум вложить, максимум получить, соответственно, сделать что-нибудь паршивенькое. Ну, как бы, а так не бывает. То есть, если ты реально делаешь, мне приходилось, мне приходилось даже, ну, я вот даже еще помню по Rebels, когда мы прям радикально пришли к мнению, что нужно со скейтами что-то делать, я ездил сам на завод, был на заводе, я лично выбирал форму, вот, для придонных моделей, вот, и, ну, то есть, и когда они приходили, я, конечно, прям видел, что это вообще другой формат досок. Вот, наверное, поэтому спрос там всегда есть, вот, но, опять же, это как скейтовые джинсы и какие-нибудь HMD, понимаешь, то же самое приблизительно, то есть, ты знаешь, ты скейтовые джинсы, вот, ты знаешь, там, да, ты там размер 32-34, ты одеваешь, ты понимаешь, да, ты в удобных штанах, или ты покупаешь в HMD, у которых вот здесь вот такая штука внизу, вот такая, они кроссов, они, они душат лодыжку. Вот, и ты, в принципе, понимаешь, что, окей, одни стоят там 5 тысяч, другие стоят там полторы тысячи рублей, две максимум, и ты понимаешь, что вот эти нормальные штаны, вот в этих даже ходить как-то не особо, не то, что кататься. Вот, тоже такое, такую же параллель можно провести со скейтами, то есть, те, кто хотят реально что-то хорошее сделать, но они все-таки вкладываются больше, получают меньше, но они делают нормально, они какой-то имидж создают, то есть, они, ну, люди действительно кайфуют и запоминают потом, наверное, этот бренд как нечто такое, знаешь, прям хорошее, позитивное. Понятно, да, понятно. Не знаю, такой вопрос у меня возник, максимально, наверное, он, как бы, конкретно. Есть один трюк, который, мне кажется, ты преуспел, как никто другой, ну, или один из лучших, францайт-бланцлайт по граням. Да, в чем, да, в чем ты, ты очень долго ездишь, и ты делал, наверное, несколько самых длинных францайт-блантов по граням в нашей стране, опять же, ты сделал, как бы, как ты вышел, и в чем секрет этого трюка для тебя? Я, когда речь про францайт-бланцлайт по граням, я думаю, в первую очередь и тебе, во вторую очередь и Димасе Родионове, и Диме Родионове из Санкт-Петербурга, а больше, собственно говоря, особо ни о ком я так и не думаю. Ну, наверное, в первую очередь, это выбор спота. Если ты сказал, по академии сделай францайт-бланк, я бы еще подумал. Какой, типа чего? Не, я не умею, этот трюк, все. Хотя, кстати, там такое ощущение, что даже реально, может быть, даже поп-аут реально сделать, потому что она маленькая, вот, там надо просто смотреть, что с полом. У меня была такая идея, вот, но это, конечно, так, прям, там нужно быть уверенным. Вот, ну, вообще, я этот трюк очень давно научился делать, я уже даже так особо не помню, как, причем я его научился сначала делать по бортикам, а только потом по перилам. И для меня это как чуть сложнее, чем FIWO сделать. Только даже на фронт-сайт FIWO я не могу столько проехать, как на фронт-сайт бланте. Ну, наверное, это за счет скорости, как ты делаешь. За счет скорости, я его в свое время делал даже поп-аут. Вот, и когда ты, ну, учишься этот трюк с поп-аутом, вот тогда ты понимаешь, вообще, как на нем стоять вообще. На нем можно проехать столько же, сколько на фронт-сайт-бордслайде. Вот, то есть, очень важно, наверное, ну, опять же, все люди разные. У всех, некоторые говорят, Барян, зачем тебе такой, типа, такой размер тейла, понимаешь? Потому что, ну, как бы, это большой, длинный тейл, зачем он тебе нужен, типа? Я скажу для фронт-сайтланды. Потому что, если у тебя будет короткий хвост, ты не устоишь столько. То есть, чем длиннее у тебя, грубо говоря, идут загибы, тем удобнее ездить дольше. И вот, как раз на 18-сантиметровом тейле я вот сделал фронт-сайт-бланд последний. Я ставил 17,5, меня скидывало все время. Это вот банальность, полсантиметра. Да, думаешь, ерунда какая вообще, да? Вот, на меня скидывало. Я, причем, приезжал этот трюк, вот последний фронт-сайт-бланд, делал три раза. Первый раз я словил локера, в самом начале я словил локера. Я отбил себе все, что можно было отбить. Там неудачно очень упал. Второй раз я приехал, ну, мы просто там катались. Я говорю, давай попробуем, давай попробуем. Я встаю, я доезжаю почти до конца, и меня все время скидывает. Я не могу понять, почему. А я вот просто, я встаю, все, я фиксируюсь. Я должен проехать, как, я не знаю, два таких. Меня скидывает. Причем, я не могу понять, в середине бортика меня начинает скидывать. Я не могу понять, что такое. Я еду, покупаю себе новый скейт. С теми шейпами, ну, в том шейпе, в котором мне нужно. Я прыгаю, и я через 10 минут я его делаю. Вот так. Даже, наверное, раньше. Я не помню уже. То есть, я его практически сразу сделал. Да, ну, мы, да, и ты, как никто, в другом месте вы делаете. То есть, все, на самом деле, все зависит. Даже, помнишь, в Энстуре тогда шутили, тот самый Франдланд. Тот самый Франдланд ты делал в Петрозаводске, но там грань была, значит, мы меньше, да. Но мы все там бороли и говорили. То есть, очень важно, на самом деле, твой размер доски. То есть, ты сам должен для себя понять, какой тебе резкий, плавный загиб нужен, с каким конкиевом. Ну, это же все, как бы, годами, ну, наверное, годами приходит. Потому что сначала мы катаемся на узких досках, потом мы себе там широкие экспериментируем ставим. Ну, постоянно экспериментируем, экспериментируем, в какой-то момент мы понимаем, что вот, на это и все получается. И вот ты подбираешь себе такой, как бы, такие загибы, такие размеры для того, чтобы у тебя все время это получалось. И вот столько, сколько ты хотел. Вот. Окей, а насколько сильно нужно грани размазывать? Да, кстати. Вот в последнее время, в последнее время я немножко изменил там стиль катания. И я, честно говоря, пользуюсь парафином. Потому что, наверное, вот сейчас уже сложновато было бы делать такие трюки уже без парафина. Это, наверное, я посидел бы, наверное, везде. Одно дело, когда ты делаешь 50-50, 5-0, там, или какие-то слайды. Другое дело, когда ты там уже прыгаешь какие-то, там, пробуешь флипчики сделать. С грани, ну, со слайда. То есть, тут уже посложнее, конечно. Какие-то бигспинчики. То есть, тут уже действительно посложнее. То есть, тут уже натираешь. Я даже пользуюсь. Вот. Ну, хотя рейлы я не мажу до сих пор. Не вижу в этом смысла. Ну, да. И так поедут. Он и так поедет. Если он там не хромированный, он и так поедет. Если ты умеешь. Ну, да. А есть какой-то трюк, который, ну, вот, допустим, такой выбор. Тебя забирают все трюки, но один остается. Что бы это за трюк был? На скейте. Носкрайд. Носкрайд. Рансайд или бэксайд? Франсайд. Прикольно. Почему? Хорошо. А если флип-трюк, например? Флип? Ну, не знаю. Хилфлип, наверное. 360 флип. Ну, если совсем обычно, один. Что бы можно было сделать везде? Ну. Да, наверное. Ну, то есть хилфлип на носкрайд, получается. Ну, да. Это было бы очень круто. Порейло. А из вот кикфлипа и хилфлипа, получается, ты скорее хилфлип выберешь, да? Я умею лучше делать хилфлип. Вот как бы я не пытался сделать кикфлип в своей жизни, к откуду бы не пытался бы. Вот хилфлип всегда лучше был. Не знаю почему. Вот. Это вот прям... Все-таки хилфлип, он более уверенный. Потому что я сначала научился хилфлип делать, а потом кикфлип. И уже как бы... То есть он настолько... Вот, ну, для меня настолько четкий, уверенный хил, что я его, мне кажется, везде сделаю. А вот кик, как бы не везде, наверное. То есть со ступенек кикфлип, я считаю, что это вообще самый сложный трюк. Ну, не выше, а с двух ступенек, там, с трех, типа, вот там. Начиная от пяти и выше, это уже сложный трюк. Может быть, даже 360 флип сделать проще, чем кикфлип. И может быть, даже ноли хилфлип сделать проще, чем кикфлип. Реально. Вот. Ну, ты сейчас про классный, красивый кикфлип. Ну, про... Хоть про какой я не буду. Любой. Вот еще Денис Мархасин решил такую вот рубрику нам сделать, скажем, заключительный вопрос. А в чем, на твой взгляд, секрет скейтбординга? А я уже отвечал. Вы что, все прослушали? Получается так. Ну, если вот так вот суммировать кратко... В желании. Только в желании. Да, только в желании. А, желание, возможность, время. Все. Хорошо сказал. Все. Ни в чем в другом. Ну, что тут можно сказать, друзья? Это был второй выпуск подскейта. Сегодня мы общались вместе с Кириллом Коробковым, летописцем российского скейтбординга великим. Вот, в гостях у нас был Боря Берестов, самый, наверное, с большим стажем прорайдер, российский также. Вот, и который продолжает нас мотивировать своей энергией и желанием кататься. Спасибо тебе большое за это, Боря. Ну, и ответственный за кринжи в этом подкасте Савелий. Здравствуйте, тоже на месте. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте лайки, и не ставьте лайки. Да, да, да. Можете просто посмотреть. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.